Элементы симметрии кристалла – это преобразования, которые переводят кристалл в самого себя. Например, параллельный перенос на некоторый вектор трансляции Т, поворот вокруг оси симметрии С, зеркальное отражение относительно плоскости симметрии П, инверсия относительно некоторой точки И центра симметрии. Инверсия – это такое преобразование, которое заменяет каждый вектор А, отложенный от заданной точки И, на противоположный вектор минус А. Осьи симметрии различаются наименьшим углом поворота, переводящим фигуру саму в себя. Если этот угол равен 2π, деленный на n, то такая ось называется осью симметрии n-ного порядка, что обозначается как cn. В кристаллах могут быть оси симметрии 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядков. Другие порядки невозможны. Мы перечислили только базовые элементы симметрии. Кроме них, в кристаллах могут встречаться так называемые комбинированные симметрии, которые остаются за пределами нашего курса. Но самая важная симметрия в кристалле – это трансляция, то есть параллельный перенос. Кристалл может не иметь ни осей, ни плоскостей симметрии и так далее, но трансляционная симметрия в нем быть обязана, потому что она задает структуру кристалла как повторение одного и того же фрагмента, бесконечное число раз. Поэтому поговорим подробнее о трансляционной симметрии. Изобразим некий пример кристалла, состоящего из повторяющихся частей. Выберем в нем произвольную точку. А теперь найдем все такие точки, из которых кристалл выглядит так же, как из выбранной. Этот набор точек называется пространственной решеткой кристалла. Любой вектор, соединяющий два узла пространственной решетки, является вектором трансляции кристалла. Значит, имеется бесконечный набор векторов трансляции. Однако можно выбрать такие два вектора А1 и А2, называемые векторами основных трансляций, чтобы любой вектор трансляции Т являлся их линейной комбинацией с целыми коэффициентами Н1 и Н2. Наш модельный кристалл двумерный, поэтому в нем два вектора основных трансляций. А в трехмерном кристалле их должно быть три – А1, А2 и А3. Заметим еще, что выбор векторов основных трансляций неоднозначен. Например, векторы А1' и А2' тоже годятся. С каждым узлом пространственной решетки связан некоторый фрагмент кристалла, который называется базисом. В некоторых кристаллах базис состоит из одного атома, а в других – из нескольких атомов. Если мы задали пространственную решетку и базис, то тем самым мы полностью описали структуру кристалла. Давайте разберем это на примере графена. Графен – это двумерный кристалл, в котором атомы образуют структуру наподобие пчелиных сот. Можно выбрать узел пространственной решетки в центре одного из шестиугольников. Тогда все остальные узлы пространственной решетки тоже будут в центрах шестиугольников. А можно, к примеру, выбрать узел пространственной решетки в центре одного из атомов. Получилась такая же решетка, только сдвинутая относительно предыдущего варианта. Зато теперь хорошо видно, что атомов в графене в два раза больше, чем узлов пространственной решетки. Значит, базис состоит из двух атомов. Например, можно выбрать атом в узле решетки и какой-нибудь из соседей. Убедимся теперь, что зная пространственную решетку и базис, мы имеем полную информацию об атомной структуре кристалла. А именно, нарисуем пространственную решетку и возле каждого ее узла одинаковым образом разместим атомы базиса. И действительно, мы в результате получили кристаллическую структуру графена. Существует всего 14 типов пространственных решеток в трехмерном пространстве. Их еще называют решетками Браве. Для нашего курса важны только те из них, которые обладают всеми симметриями куба. Их всего три. Простая кубическая, в которой пространство разбито на одинаковые кубики, а узлы решетки находятся в вершинах кубов. Объемно-центрированная кубическая, где узлы решетки не только в вершинах, но и в центрах кубов. И грань нецентрированная кубическая, где узлы в вершинах кубов и в центрах их граней. Давайте теперь подытожим. Мы познакомились с такими элементами симметрии, как ось, плоскость, центр симметрии, а также вектор трансляции. Все векторы трансляции кристалла можно получить из трех векторов основных трансляций путем суперпозиции с целыми коэффициентами. Пространственная решетка, построенная на векторах основных трансляций, и базис, то есть один или несколько атомов, связанных с узлом пространственной решетки, вместе полностью задают структуру кристалла. Продолжение следует...